Дорогие друзья, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вам познакомиться с творчеством американского писателя Луиса Сашара в марте, который отмечает свое 70-летие. Луис Сашар – лауреат Национальной книжной премии США и обладатель медали Джона Нюбери в области детской литературы. Он написал более 20 художественных и развивающих книг для детей, самой знаменитой из которой стала «Ямы», вышедшая в 1989 году. Луис Сашар родился 20 марта 1954 года в Ист-Медоу, штат Нью-Йорк. Отец будущего писателя Роберт Сашар работал продавцом, а мать Рут Рейбин Сашар – брокером по недвижимости. Когда Луису было 9 лет, семья переехала в Тастин, штат Калифорния. Там Сашар провел свои детские годы. По его воспоминаниям, в то время вокруг были апельсиновые рощи, и местные дети делились на команды и устраивали апельсиновые бои. Боеприпасы висели прямо на деревьях. А еще он всегда любил читать. В детстве отдавал предпочтение книгам о спорте и животных. Его любимым писателем тогда был Элвин Брукс Уайт. В старшей школе Луис Сашар зачитывался книгами его Негута, Селинджера, Достоевского. После окончания школы Луис Сашар продолжил образование в Калифорнийском университете в Беркли, где он стал специализироваться на экономике. Одним из его семинаров по выбору был русский язык. Луис Сашар увлекся русской литературой еще в школе и хотел читать ее в оригинале. Однако не смог преуспеть в изучении русского языка, и ему пришлось бросить курс. Тогда Сашар пошел на практику помощником учителя в местную школу, где дети прозвали его Луис Дворовый Учитель. Эта работа неожиданно для него самого пришлась ему по душе и принесла вдохновение. Луису Сашару захотелось написать детскую книгу, однако в тот период писательство было бы лишь его хобби. Затем он поступил в Гастинский колледж права Калифорнийского университета в Сан-Франциско. В 1978 году, когда Луис Сашар еще учился в колледже, вышла его первая детская книга «Школа Бейсайт». В ней собраны забавные рассказы об учениках необычной 30-этажной школы. Всех детей в этой школе зовут так, как учеников той калифорнийской школы, где Сашар работал студентом. Самого себя автор изобразил в образе одного из сотрудников школы. Книга стала первой в серии о школе. В 1989, 90, 94, 95 году вышли книги, продолжающие эту серию. Впоследствии истории о школе Бейсайт были экранизированы. Сначала появился телевизионный мультфильм, а затем вышел мультсериал. В 1980 году Сашар окончил колледж. Подрабатывая юристом, он продолжал писать детские книги. На русский язык переведены две книги того времени. «Я не верю в монстров», написанное в 1987 году, и «Мальчик, который потерял свое лицо», написанное в 1989 году. В 1991 году Луис Сашар вместе с женой и дочерью переезжают в штат Техас, в город Остин. К этому моменту книги стали приносить ему достаточный доход, и он смог оставить юриспреденцию. В середине 90-х годов Луис Сашар решил взяться за написание романа для взрослых. Он два года работал над ним, но, не удовлетворившись результатом, бросил. Тогда Луис Сашар начал работу над романом для подростков. На его написание у Сашара ушло полтора года. В результате вышла в свет одна из самых знаменитых книг писателя – Ямы. Стэнли Илнетс, главный герой произведения, попадает в детский исправительно-трудовой лагерь «Зеленое озеро» за преступление, которое не совершал. В его семье причиной любых неудач принято считать родовое проклятие. Воспитанники лагеря вынуждены ежедневно выкапывать по яме для укрепления воли, как им говорят. Ребятам приходится работать под палящим солнцем в выжженной пустыне, на месте которой было когда-то озеро. Как выясняется, происходящее в лагере связано с событиями столетней давности. Стэнли Илнетсу предстоит разгадать тайну Ям, а также избавить семью от проклятия. Благодаря роману «Ямы» Луис Сашар стал лауреатом национальной книжной премии в 1998 году и обладателем медали Джона Ньюбери в 1999. По мотивам произведения был снят фильм «Клад». Луис Сашар выступил не только в качестве автора сценария, но и сыграл в фильме эпизодическую роль. В 2006 году была выпущена книга «Шаги», главными героями которой стали двое воспитанников лагеря «Зеленое озеро», «Подмышка» и «Рентген». Какие события связали этих двух парней сообразительная чутко 10-летняя девочка Джинни и 17-летней рок-звездой Кайрой де Леон? Что такого случилось на ее концерте, что потребовало вмешательства мэра города Остин? И почему подросток из бедной семьи полетел вдруг бизнес-классом через полстраны? Это одновременный детектив и история любви. Книга о том, как жизнь может внезапно стать похожей на бурную реку. Надо делать шаг за шагом, чтобы время помаленьку продвигаться вперед. Жизнь – это как переходить вброд быструю реку. Если сделаешь слишком большой шаг, течение собьет тебя с ног и утащит. Мальчик, который потерял свое лицо. Книга была написана еще в 1989 году. Чтобы доказать ребятам, что он такой же крутой, как и они, Дэвид участвует с ними в жестокой шалости против одинокой старухи миссис Бейфилд и помогает выкрасть ее трость. Уже на следующий день его начинает одолевать неприятности. Что это? Простое совпадение или жуткое проклятие миссис Бейфилд? Несмотря на то, что книга написана в 1989 году, она читается современно. Может быть, потому что рассказывает о тех проблемах, с которыми сталкиваются и сегодняшние подростки. Это книга о дружбе, первой любви и о том, как непросто найти свой путь и сохранить свое лицо. Мальчик с последней парты Брэдли Чокерс сидит в последнем ряду на самой последней парте. Он уверен, что ему никто не нужен и сам он никому не нужен. Одноклассники с ним не дружат и даже не разговаривают. Их, можно понять, не так-то и хочется дружить с тем, кто постоянно врет и грубит. Но однажды в классе появляется новенький, и он хочет познакомиться с Брэдли поближе. В это время же в школу приходит психолог, жизнерадостная Карла. Она умеет подбирать ключики даже к таким замкнутым чудакам, как Брэдли. А когда к человеку подбираешь ключик, то оказывается, что внутри у него особенный мир, в котором есть и удивительная история об игрушечных животных, и забавные шутки, и вселенная с воображаемым планетами, и одиноким зеленым монстром. Монстром, которым Брэдли считал сам себя, пока не изменился. В 1985 году Луис Сашар женился на Карле Аськью, которая стала потом прототипом школьного психолога из книги «Я не верю монстрам». Ранее книга выходила в серии «Вот эта книга». Она была под названием «Я не верю монстров». Луис Сашар любит писать по утрам, работая при этом не более двух часов в день. Пока он не закончит очередную книгу, он никому о ней не рассказывает, даже жене и дочке. Но когда очередная пояс готова, члены его семьи всегда становятся первыми читателями. В свободное время Сашар любит играть бридж, и его легко можно найти в одном из бридж-клубов Остина или на каком-нибудь турнире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова